Теперь не только у матерей будет свой день. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника, посвященного отцам. Впервые россияне отметят его 17 октября. Мама и папа. Эти слова ребенок произносит первыми. И не просто так. Ведь именно родители дают жизнь и наставляют. День отца составит пару дней у матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Папа важный человек в становлении ребенка. И это подтверждают воспитатели детских садов. Многие папы и приводят, и забирают. У нас есть такие папы, которые особенно в летний период помогают у нас на нашем участке с оборудованием. У нас мальчика одного папа, у него золотые руки, нам построил древянную машину. Также у нас еще родители приобретают спортивное оборудование и даже подключаются к покраске участка. Папа – это опора семьи и пример мужественности. Помимо работы он активно участвует в жизни своих детей и научить может не только как собрать шкаф, но и как нужно мыть посуду. Он хорошо чинит все. Он чинит то, что ломается. Все то, что ломается, он чинит. Даже сложное. Вот мы с папой ездим на природу, займемся с улицем. Мой папа моет посуду, вытирает стол, делает нам ужин. Мы с папой ходили в кинотеатр на боулинг, на динозавров. Потом были выходные, мы отдыхали дома с папой. Было так классно. Папа ходит на работу, помогает маме, укладывает нас. Мой папа хороший. Папа уехал в командировку. Когда он приезжает, мы будем с ним гуляем на велосипеде кататься. В еврейской автономии есть организация, которая собрала активных и неравнодушных пап. Она так и называется – Совет отцов. Реализуют они самые разнообразные социальные проекты. Проводят субботники, спортивные состязания, встречаются с детьми. Этот праздник нужен для того, чтобы подчеркнуть важность отношения к семьям, где воспитывают детей одинокие отцы. Вот для этого нужен этот праздник. И этот праздник нужен для того, чтобы наши дети росли успешными, настоящими гражданами Российской Федерации. Немало в автономии и многодетных отцов. Один из них – житель села Птичник Биробиджанского района Алексей Подрезов. Он папа десятерых ребятишек, пятерых мальчиков и пятерых девочек. Сейчас счастливая семья строит новый дом, где места хватит всем. Алексей самостоятельно взялся за работу. Ну а ребята помогают, чем могут. И стройка детей, она как бы не предусматривает. Но они приходят постоянно вечером. Папа, ты на какую идешь работу? На железную или на стройку? Потому что я еще работаю на железной дороге. И я говорю, я иду на стройке. А мы вечером придем. Они вечерком прибегают после, когда все дети приходят. Пришли, посмотрели, побегали. Здесь у меня территория хорошая, им нравится. Алексей признался, что раньше из-за работы не хватало времени на семью. Уходил рано, приходил поздно. Но понял, что хочет видеть, как растут его дети. Поэтому сменил график. Я его очень люблю. Он произвел мне на свет. И только за это мы должны быть уже благодарны. Но мне просто с ним очень интересно. Мы можем с ним сходить в лес. Мы можем поиграть дома в какие-то домашние игры. И он много с нами времени проводит. Папа – не просто слово для ребят. Для старших он пример для подражания. Для младших – целый мир. Супер-папа. Так любя называют Алексея родные. Ведь он может абсолютно все. Даже помочь написать сочинение в школу. Папа говорит, что в детстве он был очень фантазером. Ну, он любил сочинять. Поэтому он всегда в этом поможет. Есть выражение – мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. У Алексея сыновей пять. Дом строится. Но и дерево скоро будет. Причем не одно. Каждый ребенок посадит свое. И когда сад вырастет, он будет местом для сбора всей семьи. Дарья Куприна, Богдан Патрин, Павел Славин. Новости 21.